Здравствуйте! В эфире программа «Про город». Сегодня у нас в гостях вновь представитель Московского областного УФАС, ведущий специалист, эксперт правового отдела Пётр Олегович Моначинский. Пётр, здравствуйте! Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней программы – судебная работа Московского областного УФАС. И давайте сразу перейдем к первому вопросу. В разрезе антимонопольной службы что включает в себя судебная работа? Судебная работа включает в себя представительство интересов антимонопольного органа в судах, общей юрисдикции и арбитражных судах. Также подготовку процессуальных документов, отзывов на заявления, апелляционные и касационные жалобы и отзывы на апелляционные и касационные жалобы. Также мы пишем заявления и иные ходатайства. Кто занимается этой работой в антимонопольной службе? Сотрудники правового отдела, которые в обязательном порядке все имеют юридическое образование, поскольку у нас с октября прошлого года в арбитражных судах нельзя представлять интересы без юридического образования, поэтому у нас штат укомплектован только квалифицированными юристами. То есть раньше было какое-то иное правило и можно было это делать? Раньше можно было без юридического образования представлять интересы, поэтому сейчас, чтобы ограничить круг лиц, которые могут участвовать в своих процессах, ввели такое требование обязательно. Если подробнее об этом, в чем специфика заключается работы именно в УФАС? То есть чем это отличается, допустим, от работы юристов в какой-нибудь коммерческой организации? В принципе, никаких отличий нет. Мы такие же представители юридического лица, как и любой другой представитель любой коммерческой организации. Мы выполняем те же самые обязанности, подготовку документов процессуальных и участие в судах. Если сейчас мы постараемся более доступным языком объяснить нашим зрителям, в чем смысл этой работы и, возможно, в чем польза этой работы, существования вашего отдела для жителей Московской области, что бы было, если бы такой работы в принципе не производилось? В принципе, очень много актов ненормативных, которые принимаются управлением в судах, скорее всего, отменялось бы, поскольку у нас разные полномочия. То есть как рассматривает дело управления и как рассматривает дело суд. Суд, помимо нормативных актов, еще может руководствоваться своим понятием о справедливости. И, соответственно, чтобы объяснить суду специфику именно антимонопольного законодательства, мы и участвуем в этих процессах. Чем больше решений в судах отменят, тем больше нарушений останется и лица, которые нарушали требования антимонопольного законодательства, так и продолжат эти нарушения, поскольку создастся прецедент, что если суд такое дело отменил один раз, скорее всего, в следующий раз подобное дело отменят также, потому что просто суду скажут, что было уже аналогичное дело, суд посмотрит и скажет, да, действительно, и так же отменят. То есть в конечном итоге все это может привести к тому, что ситуация с конкуренцией в Подмосковье станет хуже значительно? Да, и это часть нашей работы, именно формирование судебной практики, чтобы у нас суд, он не может же разбираться во всех законах в идеале, поэтому мы должны суду как бы написать отзыв, чтобы суду было проще разобраться именно в специфике нашей работы. За пять минут нашей программы слово суд прозвучало уже, наверное, какое-то неимоверное количество раз. Правильно ли я понимаю, что вся ваша работа связана именно с судебными разбирательствами? Да, мы не участвуем в заседаниях комиссии, мы только представляем интересы в суде. Как происходит вот этот процесс работы в суде? Я так понимаю, что это происходит по каким-то заявлениям? Можете в целом описать весь этот процесс? Абсолютное большинство актов оспариваются именно в арбитражном суде, потому что это юридические лица, коммерческие и некоммерческие организации. Соответственно, есть 24-я глава арбитражного процессуального кодекса, которая и регламентирует порядок обжалования действий, бездействий, ненормативных актов государственных органов. Заявление подается в суд в порядке главы 24 АПК и с соблюдением правил подсудности. То есть мы находимся в городе Москве, наш юридический адрес, соответственно, все наши акты обжалуются также в арбитражном суде города Москвы. Раньше была такая проблема, очень часто, что заявители думали, поскольку мы управление по Московской области, то и заявление стоит подавать в арбитраж суд по Московской области. Суд этот по Московской области эти заявления принимал, назначал к рассмотрению, и мы были вынуждены приходить на эти заседания с ходатайством о передаче дела по подсудности, тратить очень большое количество времени. Но сейчас практика немножко изменилась, суды стали возвращать подобные заявления, обосновывая это как раз с нарушением правил подсудности. Лица подают заявление в суд, а копии этих заявлений направляют всем участникам дела, то есть ответчику нам и всем третьим лицам, которые привлечены и заинтересованы. Далее суд принимает их заявление, если все в порядке, назначает дело к судебному разбирательству, и уже на судебном разбирательстве исследует доказательства, материалы по делу и выносит соответствующий судебный акт. То есть заканчивается этот процесс решением суда, и в принципе на этом все? Да, как правило, это решение либо об удовлетворении, либо об отказе удовлетворения заявленных требований, ну либо иногда может быть производство прекращено, там может отыска отказались или еще что-то такое. Правильно ли я понимаю, что во всех этих делах УФАС выступает в роли ответчика? В ситуации, когда вы сами подаете на кого-то в суд, встречаются? 99% это мы ответчики, да, но иногда и мы подаем в суд по тем делам, когда, например, дисквалификация должностного лица. То есть мы один раз привлекали их к административной ответственности за повторное нарушение, следует дисквалификация. Сами мы дисквалифицировать не можем, поэтому мы подаем заявление в суд, и уже суд дисквалифицирует. Или о понуждении исполнения предписания, когда мы выдаем предписание юридическому лицу, а они его просто не выполняют. Давайте вернемся к тем 99%. Кто эти люди или организации, которые направляют к вам заявление? Может быть, примеры какие-то приведете? Любые юридические лица, организации, государственные органы, права и законные интересы которых затрагиваются нашими ненормативными актами. Либо это будут должностные лица, но должностные лица обжалуют в суд общей юрисдикции, как правило, постановление о привлечении к административной ответственности. Это маленький процент. В основном у нас работа в арбитраже. Если прям конкретный пример какой-то рассмотреть, что это может быть? Результаты каких-то госзакупок, что-то из другой серии. Можете какие-то здесь примеры попробовать привести? Любая закупка, если участник жалуется к нам на заказчика, например, на необоснованное отклонение заявки. Он не согласен, что его заявку отклонили от участия в аукционе. Он подает к нам жалобу, мы ее, например, рассматриваем и признаем необоснованной. Не находим в действиях заказчика никаких нарушений прав и законных интересов юридического лица. Соответственно, юридическое лицо не согласно с нашим решением и подает заявление в суд. Но здесь важно очень отметить, что цель подачи заявления в суд является восстановление нарушенного права. То есть лицо, которое подает заявление, оно должно указать, какое право нарушено и каким образом суд должен его восстановить. И очень часто складывается ситуация, когда подача заявления в суд происходит через какое-то время. То есть мы закупку приостановили, жалобу рассмотрели. Жалоба необоснована, заказчик продолжает процедуру закупки. Пока решение изготавливается, пока заявление попадает в суд, назначается дело, проходит много времени. И зачастую заказчик уже успевает закончить данную процедуру и заключить контракт. Поскольку контракт заключен, уже мы ничего не можем сделать. Ни мы, ни суд в данном случае. И нет никакого смысла обжаловать такое решение. То есть заявитель приходит в суд, говорит, восстановите мои права. Но каким образом, если уже контракт заключен и находится на стадии исполнения. Даже если на стадии рассмотрения делов в антимонопольном органе, мы рассматриваем жалобу на закупку, уже заключен контракт, мы уже в этом случае даже предписание не выдаем. Потому что мы не можем отменить результаты торгов. Мы можем отменить протокол, обязать заказчика повторно рассмотреть заявки, продлить срок приема заявок. Но если есть уже заключен контракт, тогда это только идти надо в суд. И через суд обжаловать результаты торгов и признавать контракт недействительным. Поэтому очень важный момент, что многие заявители просто тратят свое время, время наше и суда, обжалуя вот такие вот акты, которые обжалование ни к чему не приводит. То есть в момент, когда они обжалуют акт, по сути, нужно обжаловать уже контракт? Уже, да, нужно контракт обжаловать. Не наше решение, а уже контракт непосредственно у заказчика. Поэтому... А есть какой-то срок, в который действительно есть смысл подавать вот такое заявление, чтобы в данную ситуацию не попасть? Ну, наши ненормативные акты обжаловываются в течение трех месяцев. А успеет он обжаловать участник этот наш акт до того, как заказчик закончит процедуру, это уже как бы... То есть это может и раньше трех месяцев произойти? Конечно, безусловно. Это произойдет 100% раньше трех месяцев. А срок существует какой-то минимальный, который необходимо выждать, например? Да, если мы, например, говорим про 223-й федеральный закон, там заказчик должен заключить контракт не ранее 10 дней и не позднее 20 дней. То есть 10 дней дается на обжалование. Но это, как правило, на обжалование именно в антимонопольный орган. А про суд там не идет речи никакой. То есть если успеет, то успеет. Какие решения чаще всего обжалуются через суд? Решения приняты в порядке 44-го федерального закона о контрактной системе и 223-го федерального закона о закупках. То есть это как раз реестр недобросовестных поставщиков и закупки. Основной массив всех актов, которые принимаются управлением. Соответственно, эти акты чаще всего и обжалуются. И большинство отмененных актов тоже по 44-му федеральному закону. Реально, как часто происходит отмена решений у ФАС? И какие основания, соответственно, существуют для того, чтобы действительно такое решение было отменено? Думаю, где-то процентов 7-10. В разном квартале по-разному разница числа. От общего количества дел происходит отмена у нас. Это не все, конечно, по 44-му. Но это общее число 7-10. Ну а по 44-му может быть 5% где-то вот так. С чем связаны вот эти 10%? То есть это результат ошибки? Или это, в принципе, так и должно быть? Как это можно объяснить? Вы знаете, иногда бывают случаи, когда неправильно применен, например, закон или не исследованы все доказательства. Но это одно дело на тысячу, наверное. Как правило, это, если мы говорим об отмене решений о включении в реестр недобросовестных поставщиков, это приюдиция. То есть участник, помимо того, что обжалует наше решение о включении в реестр, еще идет, обжалует односторонний отказ, например, заказчика. Односторонний отказ являлся основанием для включения в реестр. Соответственно, он признает односторонний отказ недействительным, приходит уже непосредственно на наше дело и говорит, вот, односторонний отказ призван недействительным, соответственно, оснований для включения в реестр отсутствуют. И наше решение отменяют, потому что уже все доказательства приняты исследованием другим судом, а то, что исследовано и вступило в законную силу решением суда, уже не подлежит повторному доказыванию. Еще встречаются такие ситуации, когда заказчик подает сведения об участнике в реестр, мы уведомляем, соответственно, всех участников дела о рассмотрении, о комиссии о рассмотрении дела, и участник просто не приходит. Он не просто не приходит, он даже не направляет никаких письменных пояснений, ходатес, ничего. То есть нет его. Заказчик приходит один, соответственно, приносит пару своих претензий, которые оставлены без ответа. Ну и мы, соответственно, да, действительно включаем, потому что нет доказательств добросовестности. А на деле потом выясняется, что оказывается заказчик уже и в суде проиграл, и что там целые просто тома доказательств, писем от участника, и, соответственно, ну просто вот они не пришли почему-то на комиссию, решили проигнорировать. И они приходят в суд и говорят, а как это нас включили в реестр, если вот посмотрите, у нас столько доказательств, и мы в суде выиграли, и оснований нет. И нам такие решения отменяют. То есть мы оказываемся в той ситуации, когда мы принимаем решения по тем документам, которые нам предоставляют, а в итоге отменяют нам по тем документам, которые мы в глаза даже не видели. Вот такие тоже ситуации бывают. То есть очень часто этот процент отказов связан именно с какой-то халатностью самих участников торгов? Да, очень часто с халатностью участников торгов, которые просто почему-то считают, что им проще пойти потом в суд, чем изначально предоставить нам эти документы, и мы точно так же просто откажем заказчику о включении в реестр. В свете последних событий невозможно в стороне оставить самую актуальную сегодня тему. Коронавирусная инфекция каким-то образом на вашу работу повлияла, на процесс рассмотрения заявлений? Да, коронавирусная инфекция – это основной довод сейчас, который последние пару месяцев озвучивается в суде. Все недобросовестные исполнители, участники, они, чтобы хоть как-то избежать ответственности, они ссылаются на ограничительные меры, которые были введены указами президента именно в целях эпидемиологического благополучия населения. Тут хочется сказать, что, во-первых, уже есть на сегодняшний день несколько разъяснений Верховного суда, есть постановления правительства 447, в соответствии с которыми коронавирусная инфекция не может являться обстоятельством непреодолимой силы для всех категорий должников. То есть в каждом конкретном случае нужно установить причинную связь неисполнения обязательств и ограничительных мер, которые в связи с коронавирусом были введены. Государственные закупки, аукционы, они не приостанавливались в связи с объявлением нерабочих дней. Заказчики вправе были проводить закупки, а электронные площадки обязаны были обеспечить возможность проведения таких закупок. И еще Верховный суд сказал, что не могут считаться нерабочие дни, установленные указом президента, в том смысле, в котором они установлены в Гражданском кодексе. То есть если бы это были действительно полностью нерабочие дни, тогда представляете, какой удар был бы вообще по гражданскому обороту в целом, если все обязательства гражданские приостановились бы на этот период. А нерабочие дни были с 4 апреля по 5 мая, насколько я помню. То есть больше месяца. И поэтому суды также не удовлетворяют требования заявителей, которые говорят, что они не могли подписать контракт, например, в связи с коронавирусной инфекцией. Если вы юридическое лицо, вы должны осознавать все последствия и риски ведения предпринимательской деятельности. Соответственно, если в условиях такой неблагоприятной обстановки вы заходите на закупку и подаете заявку, будьте готовы к наступлению любых последствий, в том числе и вашего неисполнения данного контракта. Особенно, когда у нас есть случай, заявитель подал заявку, собственно говоря, опубликовал протокол разногласий, вел очень активную деятельность по этой закупке, и в итоге его подвел какой-то подрядчик, третье лицо. И он сказал, что не могла подписать контракт, поскольку мои подрядчики сейчас не работают. Ну а скажите, заказчик вообще как должен из-за этого проводить новую закупку, тратить время, средства и так далее? Нужно очень добросовестно подходить к этому вопросу. Если вы участвуете в закупке, то, пожалуйста, до конца заключайте контракт и исполните свои обязательства. Существуют ли при этом такие ситуации, в которых действительно коронавирус сыграл ключевую роль и это повлияло на принятие решения? Бывают, да, наверное, редко случаи, когда и мы, может, сразу не включаем, потому что действительно установлена была связь между неисполнением и ограничительными мерами. Но, как правило, даже элементарно взять позицию письменную заявителя, которая представлялась к нам на момент рассмотрения дела, и позицию, которая представляется в суд, это совершенно две разные позиции. К нам ни слова про коронавирус, в суд только про коронавирус. Знаете, даже некоторые, кто был уклонистом или с кем растворили контракт до введения этих ограничительных мер, когда еще и коронавируса не было, поскольку там проходит несколько месяцев, как они подают заявление, они уже в суде говорили про какой-то коронавирус, хотя тогда еще его и не было, понимаете, но недобросовестные участники. То есть в этом контексте хочется пожелать, чтобы... Хочется пожелать, чтобы организации, юридические лица добросовестно исполняли свои обязательства по контракту и не прикрывали свои нарушения коронавирусом и другими обстоятельствами непреодолимой силы. То есть главное оставаться добросовестными? Да, безусловно, и тогда у вас не будут никаких проблем, в том числе санкций за нарушение антимонопольного законодательства. Я думаю, что на этой ноте мы закончим нашу программу. Спасибо за то, что раскрыли эту новую интересную для многих телезрителей, я надеюсь, тему. Всего доброго, до свидания. Спасибо, до свидания.